С одной стороны садик, с другой проезжая часть. Зажатый между двумя высотками пустырь с утра безлюден. Местные жители отмечают, тут много места, вроде бы симпатично, но территорию давно пора благоустроить. Каждый раз, проходя мимо территории, она была в каждый раз заросшая, смотрелось очень некрасиво. И очень красиво местные здесь, дома так стоят. Было бы удобно, если бы здесь много молодых семей, с детьми здесь было бы удобно гулять, несмотря на то, что здесь площадки. Как отмечает глава Тамбова, в этот раз жители голосовали активнее, чем годом ранее. Более 41 тысячи человек сделали свой выбор, причем 17,5 тысяч голосов отдали в пользу территории возле детского сада Подсолнух. Очень приятно, что такое активное участие. Здорово, что люди неравнодушны. И великолепно, что приходят и тратят свое личное время. Изумительно то, что уже знают все, кто пришел голосовать, вне зависимости от результата, уже знают, каким будет город завтра. То есть уже в голове рисуются картины Тамбова, 2021 и так далее и тому подобное. Вариантов по благоустройству пустыря немного. Предварительный дизайн макет предполагает разбить сквер и детскую площадку, обустроить клумбы. Его обещают доработать, но саму концепцию наверняка оставят прежние. Жители голосовали именно за такие изменения. Мы голосовали в прошлом году, в детском садике голосовали. У меня младший ребенок ходит в этом году, в школе голосовали, в 13-е. Ну, так, конечно, проблемы больше с парковками. Ну и некоторые жители хотят, чтобы был сквер или какая-то детская площадка. Потому что в основном у нас собаки тут гуляют, а летом Бурьян стоит. По тропинкам на этой поляне каждый день бабушки и мамы водят детей в детский сад. Возможно, они и сыграли ключевую роль в голосовании, опередив две другие территории на выборах на 5-6 тысяч голосов. Пока на этом пустыре выбрасывают мусор и выгуливают собак. В 2021 году власти Тамбова обещают кардинально изменить ситуацию. Здесь разобьют небольшой сквер, посадят деревья, установят лавочки и сделают дорожки. Окончательный дизайн территории и смета станут известны в конце текущего года. В ближайшие месяцы власти Тамбова определят компанию разработчика проекта. А сами работы на участке начнут весной 2021 года. До преображения этого участка Тамбова осталось совсем немного. Дмитрий Шапкин, Михаил Мальцев, Анна Мусатова. Область новостей. Дмитрий Шапкин, Михаил Мальцев, Анна Мальцев, Анна Мальцев, Анна Мальцев, Анна Мальцев. Дмитрий Шапкин, Михаил Мальцев, Анна Мальцев. Дмитрий Шапкин, Михаил Мальцев.